Всем доброго дня! Это Гелиосар и всеобщая история древнего мира. В двух словах, на пальцах. Параграф 48. Установление господства Рима во всем Средиземноморье. После того, как Рим победил в Первой войне Карфаген и захватил весь Запад, фактически все Западное Средиземноморье, он обратил свой взгляд на Восточное Средиземноморье, то есть на вот этот вот регион, где Египет, где были царства Малой Азии, Греция с Македонией, то есть вот сюда. Вот. И здесь, в этот момент, было три основных крупных государства. Первое, это было, как известно, значит, прошли походы Александра Македонского. После его смерти огромная держава, которую он завоевал, она распалась на несколько малых. В их числе были, значит, Египетское государство, вот оно, которое, конечно, было больше. Оно владело даже тут некоторой частью Ливии, могло доходить в разные годы, то есть это было вот здесь, вот, огромный Египет. Потом, значит, это было Сирийское королевство, которое владело в том числе и Малой Азией в немалой степени, то есть это вот эта вот территория была. Плюс это, конечно, была территория самой Македонии, которая в том числе владела и Грецией. Но тут была не только Македония, тут вот, если брать современные, то они тут и до Черногории, с Албании могли доходить, то есть и часть Болгарии. То есть достаточно большая, конечно, была все-таки территория, но с Египтом ее было невозможно сравнить. Вот. Это были три самых крупных и самых сильных государства Восточного Средиземноморья. И именно с ними начал постепенно, решил их постепенно завоевать Рим. Но, естественно, что они в Риме понимали, воевать с тремя государствами одновременно невозможно. Они стали в основном играть дипломатией. Они стали привлекать на свою сторону противников этих самых государств. Прежде всего, конечно же, Македония, как самое близкое государство. Римляне привлекли на свою сторону греков. Они провозгласили себя освободителями Эллады от власти македонян, которые к тому времени полностью захватили всю Грецию. А греки еще со времен Афины и Спарты, они все-таки считали, что как же свобода превыше всего. Сирийского царя Антиоха римляне убедили не помогать Македонии, потому что, ну зачем же тебе помогать своему врагу? Царь был не очень-то разумен, он не видел всей угрозы, которую представлял Рим и не оказал Македонии поддержки. В первой войне с Римом македонский царь потерпел поражение и должен был вывезти из Греции все войска. И там рассказывали, конечно, что, например, был город Каринф, очень такой крупный в Греции, крупный торговый город, недалеко от Афин. И они рассказывали, что сидели огромное количество людей, сидело и смотрело состязания спортивные, когда вдруг прозвучал звук трубы, который призвал всех к молчанию, и на середину вышел Глашатый, который... Глашатый — это человек, который громко и четко зачитывает то или иное сообщение, которое нужно знать многим. Вот он вышел и объявил, что римский сенат возвращает Греции независимость. Естественно, все вскочили. Как же так? Ура! Но, на самом деле, конечно, никакой независимости не было. Просто сменился хозяин, не более того. Сначала, в первой войне с Македонией была захвачена Греция. Потом римляне решили не добивать Македонию, подождать. Они перешли на Сирию и высадились в Малой Азии, где в скором времени разгромили войско царя Антиоха, который так неразумно не оказал помощи Македонии. И в скором времени также это государство стало фактически протекторатом. То есть, государство, которое не имело какой-то части власти и было вынуждено во многом подчиняться другому государству. После этого римский сенат решил полностью подчинить себе все ближайшие территории и саму Македонию. Началась новая война, исход которой был решен в ожесточенной битве. Македонские воины храбро сражались, защищая своих детей и жен. Первый удар македонской фаланги был настолько страшен, что посидевший в боях консул, который командовал римскими воинами в той битве, до конца своих дней вспоминал это кровавое зрелище. Римляне пытались мечами отбиться от длинных копий, пригнуть их к земле щитами, оттолкнуть в сторону, схватить голыми руками. Все было бесполезно. Первые ряды римлян были просто уничтожены, остальные стали отступать к своему лагерю. Римский консул в сильнейшем волнении разорвал на себя одежду. Его воины уже начали падать духом и страх начал приходить в их сердца. Но когда фаланга стала преследовать отходящих римлян, в ней из-за быстрого бега по неровной почве стали образовываться разрывы. То есть если до этого это был единый строй воинов, то теперь они стали разделяться, потому что в некоторых местах было совсем уж неудобно двигаться вот этим единым строем. И консул тут же приказал своим отрядам войти в эти разрывы, и этого оказалось достаточно, чтобы полностью разгромить македонскую фалангу. Все. Македонцы бежали. Македонское царство перестало существовать. А римский консул, одержавший эту блистательную победу, получил право на триумф. Так назывался торжественный въезд в Рим полководца-победителя. В дни триумфа полководцу давали почетное прозвище «Император» по-латински «Повелитель» или «Главнокомандующий». После этого, конечно, в Греции, после того, как ее якобы освободили, а на самом деле захватили, римляне повели себя как в завоеванной стране. Естественно, что грекам, которые македонянты ненавидели, но все-таки македонцы вели себя достаточно так цивилизованно, а римляне, они же вообще стали вести себя, как будто они завоевали Грецию. Это привело к страшному восстанию. И первым восстал тот самый город Каринф. И по решению Сената, естественно, что Рим был намного сильнее, войска Рима уничтожили всех восставших, а город, который посмел возглавить это восстание, был разрушен до основания. Место, на котором он стоял, было предано проклятию. Уцелевших жителей продали в рабство, а произведения эллинского греческого искусства все полностью вывезли в Рим. Все статуи, фрески, все постепенно захватывая области в Восточном Средиземноморье, а их много. Если брать владычество Рима, то можно увидеть, что в времена своего полного владычества Рим владел практически всей Европой и немалой частью даже Малой Азии. То есть, если это смотреть, то вот здесь вот можно увидеть. Ну, можно переключиться и на карту. То есть, владения Рима включали в себя всю Италию, всю Швейцарию, всю Францию, всю Испанию, всю Португалию, часть Марокко, часть Алжира, часть Туниса, часть Ливии. Ну, в основном, практически, не практически, а просто весь Египет. То есть, вот, но здесь, конечно, можно вот насчет Африки, это имеется в виду северная часть Африки, она вся принадлежала Риму. Весь Египет. Весь Ближний Восток, включая современные государства Израиль, Иордания, Сирия, включая даже частичные, доходили до Двуречья, которым к тому времени все-таки владели больше персы все-таки. Далековато территория Вавилона от территории Италии. Естественно, вся Малая Азия, вся территория Балканского полуострова. Их владения были в том числе в современной Бельгии, Лексимбурге и Голландии. Они доходили до Англии. Да, вот здесь Рим, вот здесь Англия. Рим владел вот частью Англии. Южная часть Англии принадлежала Риму. Это совершенно... То есть, он, Рим, владел, вот, вот, обводя вот так территорию, ну, практически всей Западной Европой, просто всей Южной Европой и практически большей частью всей Малой Азии и частью Ближнего Востока, включая практически всю Северную Африку. Огромнейшее владение. Только германские, ну, и, конечно, славянские племена не подчинялись, конечно же, Риму. Вот такие были, вот, настолько могущественным был Рим. Причем могущество это было долгим. Вот, после того, как разобрались, римляне захватили и территорию Сирии, и территорию Македонии, с Египтом ситуация была намного проще, потому что Египет сам пришел под власть Рима. У Египта, Египет был достаточно слабым государством, потому что его власть, это были греки, в то время как местные жители, все-таки египтяне, они не очень-то любили греков. И местная власть была слабой в Египте. Поэтому Египет сам перешел под власть Рима, в обмен на то, что никто не тронет местную власть. Что, собственно говоря, и произошло. Ну, а сам Рим тоже был очень даже рад, потому что Риму надо было кормить огромное количество людей, которые жили уже практически в самом городе, а Египет выращивал огромное количество дешевого зерна. Так что это было очень для них взаимовыгодно. Ну, а насчет Карфагена, конечно же, это была вторая война с Карфагеном. И причиной была, ну, можно сказать, что была зависть. Потому что римский сенатор Катон, побывав в Карфагене, был поражен, что даже после первого поражения, потери огромных территорий, Карфаген не потерял своего богатства. Бухта Карфагена была наполнена десятками больших торговых кораблей, которые нагружены были товарами. Карфаген был богатым и сильным, несмотря на первое поражение. В итоге этот сенатор стал призывать к уничтожению Карфагена. И каждый раз, выступая в сенате Рима, он заканчивал свое выступление фразой. И все же я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен. С тех пор фраза, что Карфаген должен быть разрушен, она стала очень известной. И ее часто используют. И началась новая война. Римское войско, конечно же, осадило Карфаген. Здесь уже никаких вторжений в Рим не было, конечно. Все жители города защищали Карфаген. Но это не помогло. Рим был намного сильнее. Карфаген был захвачен, а после этого Карфаген был полностью уничтожен. Если на месте Каринфа все-таки еще кто-то остался, то Карфаген был уничтожен полностью. Все его жители были либо убиты, либо взяты в плен. Вот таким образом Рим стал полновластным хозяином всего Средиземного моря. Что ж, объясняем значение слов. Провинция. Захватывая новые земли, римские, после этого захвата, эти земли, они становились провинциями. То есть, как бы областями нового римского этого государства. Триумф. Это торжественное вхождение, ну, точнее, въезд на колесницы военачальника Рима после блистательной победы. Император. В переводе с латинского это всего лишь военачальник, повелитель. То есть, командующий, а вовсе не какой-то там царь-государь. Проверяем себя. Как римлянам удалось привлечь на свою сторону греков перед войной с Македонией? О, они всего лишь пообещали грекам свободу, потому что Греция в тот момент была под властью Македонии. Они пообещали грекам свободу, и те поверили на свою беду. Как и где греки узнали о возвращении независимости городам Эллады? Они узнали об этом с объявлений, которые делались во время крупных спортивных или торжественных мероприятий. Одним из первых, конечно же, это было объявление, которое было сделано в городе Каринф во время спортивных состязаний. Бывали это независимость действительной или мнимой? Конечно же, эта независимость была мнимой, потому что греческие города просто сменили хозяина македонцев на хозяина римлян. Вот и все. В чем проявилось преимущество построения римского войска в решающем сражении с македонянами? Дело в том, что у Рима было принято построение в три основных ряда. Когда в первом ряду стояли самые молодые и неопытные воины, во втором ряду средние по опытности, а в третьем самые опытные. И когда фаланга македонцев ударила и уничтожила первый и второй ряд, то они начали преследовать отходящих воинов, которые выжили, первого и второго ряда. И в рядах македонского войска появились прорехи, и вот эти самые третья линия римского войска, в которой стояли самые опытные воины, вот они, собственно говоря, и двинулись вперед в эти самые прорехи, и они и принесли победу римскому войску. Вот так вот.